В начале заседания Андрей Иванов перечислил 7 главных правил, ориентированных на обеспечение открытости власти и противодействие должностным преступлениям. Ранее их озвучили на форуме «Открытая власть против коррупции». В работе форума принимали участие и представители Одинцовского района. В сумме эти принципы сводятся к прозрачности работы местных и региональных властей. В нашей аудитории работают представители средств массовой информации. Это наша принципиальная позиция, лучшая защита от коррупции. Это открытость и прозрачность нашей деятельности. Этот принцип мы транслируем на все уровни муниципальной власти. Руководитель Федеральной антимонопольной службы отметил на форуме, что Москва, Московская область и Татарстан являются ведущими регионами страны по открытости власти. Данная работа невозможна без плотного взаимодействия всех структур административного аппарата и правоохранительных органов. В вопросах профилактики и борьбы с коррупцией очень важно, чтобы у всех органов власти была единая и четкая выработанная позиция. Это касается и наших правоохранительных органов, полиции, прокуратуры, ФСБ, муниципалитетов и всех структур, задействованных государственным и муниципальным управлением, а также надзорных органах. Среди рабочих тем, наиболее подверженных коррупционным рискам, выделили земельные и инвестиционные вопросы. Нечистые на руку чиновники во всем мире привыкли присваивать государственные деньги при выделении или изменении статусов земельных участков или при работе с инвестиционными контрактами. Нередко антикоррупционным комиссиям по всей России приходится сталкиваться со случаями, например, фиктивных стационарных строений. В будущем возможно развитие систем максимально автоматизирующих оказания государственных и муниципальных услуг. Это, а также прозрачность работы властей могут помочь существенно понизить уровень коррупции.